Друзья, продолжаем тринадцатый урок в серии Гешер. Продолжаем историю, как работать с мыслью для того, чтобы лучше себя ощущать, лучше видеть мир вокруг себя и строить этот же мир, чтобы быть мудрым человеком. С Божьей помощью пусть у нас это получится. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне на телеграм-канал Давид Эйчи, там я постараюсь ответить на ваши вопросы. Если хотите что-то обсудить, поднять какие-то интересные темы, также, пожалуйста, пишите. Мы продолжим сегодня вот эту историю. В прошлом уроке мы говорили о том, как важно менять интерпретацию каких-то событий в прошлом. То есть, часто у нас есть какие-то травмы или какие-то там вещи в нашем прошлом, которые мы интерпретируем. Есть какие-то факты, есть интерпретация и чувства, связанные с этим делом. И как важно понять то, что наша интерпретация, она влияет на наши ощущения в прошлом. И из-за этого, ну вот как бы изменением, за счет изменения интерпретации вот этих вот происшествий, или как минимум сказать все к лучшему, я не знаю всех фактов, или железобетонный аргумент так хотел все выше. Вот так вот он хотел. И поехали дальше. Что мы делаем дальше? Смотрите, этот же алгоритм работает так же, так как и на ситуации прошлого, так и на настоящее. То есть, часто мы живем в какой-то рутине, и для того, чтобы перейти на следующий уровень, нам надо начать ситуацию, или то, что нам кажется обыденным и понятным, стараться интерпретировать не то, что по-другому, а более четко, скажем так. Потому что как опять, так же, как и в прошлом, в травматических каких-то ситуациях или каких-то непонятных, которые нас забирают энергию, надо вот этот вот отсоединить эту негативную интерпретацию так же и в повседневной жизни. Потому что мы живем, и часто у нас есть такой фон, эмоциональный фон. Он может быть приподнятый, то есть, может быть позитивный настрой, оптимизм, энергия и так далее. А может быть, ну так вот, на троечку. И, как ни странно, ну, конечно же, внешний мир, конечно же, влияет на то, как мы себя ощущаем. Но вместе с этим это такая дорога в две стороны. И внутренний мир, он так же, если внутри поменяем, он это так же проецирует наружу, начинают быть другие новые ситуации. Если мы приходим куда-то с зарядом, с энергией, с улыбкой, с оптимизмом, конечно же, фидбэк от того учреждения или там человека в ситуации будет, конечно же, намного лучше, чем если мы перейдем с каким-то угрюмым лицом и не будем даже верить, что что-то у нас может получиться. Так что вот мы чуть-чуть про это поговорим и расширим вот это время. Почему нам лучше поработать с внутренним миром, как бы это не то, что лучше поработать, почему это хорошая инвестиция. Смотрите, мы поговорили уже в прошлом уроке насчет интерпретации, сегодня мы чуть-чуть добавим, да, добавим в том, что если сейчас мы говорили, то есть если в прошлой лекции мы говорили о прошлом, сейчас мы говорим про настоящее, да. И часто вот мы находимся в какой-то рутине, и очень важно поменять внутри какой-то, повернуть тумблю. И хочу забежать вперед и сказать вам такую вещь, то, что часто то состояние эмоциональное, в котором мы находимся, оно, но это просто наше решение. Этому тяжело признаться, с этим тяжело свыкнуться, но это может быть одно решение, а может быть серия решений, которая привела нас в такую ситуацию. Рамбан пишет то, что, ну, то, что нельзя человеку, нельзя ему думать, что что-то приписано сверху, и у него нету каких-то там сил ситуацию изменить. Человеку дана свобода выбора, и та свобода выбора, которая ему дана, точно ему дана свобода выбора в своем внутреннем мире. Что ощущать? То есть, если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая даже нам вообще непонятна, и может быть даже неприятная, больная ситуация, вот это происходит не в прошлом, а происходит иногда с людьми, то так же, как и ребенок не понимает то, что когда у него забирают конфетку, это может быть к лучшему, так же вот нам с нашей перспективы, как минимум, можно сказать, может быть это тоже к нам лучшему, и поменять отношение к ситуации, да. И судить о ситуации, ну как бы постараться чуть-чуть с, тяжело сказать, с перспективы Всевышнего, но это, ну мы можем сказать и это. Надо сказать то, что изменение нашей перспективы на ситуацию, конечно же, влияет на нашу физиологию. То есть, если человек меняет свой взгляд на ситуацию, меняет свое отношение к ситуации, дает ситуации смысл, говорит, я тут не зря, точно Всевышний хочет, чтобы я тут был, потому что по-другому я бы тут не оказался, значит, мне надо смотреть, быть внимательным и смотреть, что мне нужно тут делать. Физиологически происходят изменения. Мы привыкли думать в западной культуре об обратной связи. То есть, когда у нас какая-то физиологическая проблема, люди берут таблетку и этим самым меняют свое настроение. Но связь это и может быть, то есть, берем что-то внешнее и обвиняем внутреннее, но связь это, она имеет и обратную функцию. То есть, мы можем внутри поменять свою точку зрения. И это дело тренировки с одной стороны, но с другой стороны это в наших силах. И с помощью изменения точки зрения мы, конечно же, в корне можем изменить свое физиологическое состояние. То есть, когда человек сталкивается с какой-то ситуацией и он начинает себя зарывать в яму, конечно же, у него уходит на это энергия, конечно же, силы падают и негатив повышается и также изменяются физиологические какие-то показатели. Это, конечно же, совершенно нехорошая ситуация в долгую, да. А если наоборот, человек в ресурсе смотрит, все сверху приходит. То есть, если у меня пришла какая-то ситуация, у меня точно есть силы с этим сразиться, да. Мне также вместе с ситуацией мне дали и решение, мне надо как-то эту ситуацию помолиться, посмотреть, где я могу быть полезен и так далее. Если такой настрой, в принципе, такая точка зрения, ну, конечно же, силы в человека как будто бы заливаются, да. Потому что он сам ставит другие цели, интерпретирует ситуацию по-другому. И, скажем так, заряжается, заряжается от нее. Давайте посмотрим еще одну вещь. То есть, что это такое? Вот эта вот интерпретация. На иврите это называется, да. То есть, знаете, одному человеку это может взять много лет, поменять какую-то точку зрения, но другой человек может это сделать за секунду. И вот это вот и есть да. То есть, это меняется в голове, меняется в смысле. Некоторым людям надо поговорить с кем-то, специалистом, раввином, мудрым человеком. Он поменяет точку зрения и вся картина мира изменится, да, или расширится. Человек думает то, что какая-то там карьера, которая ему должна была быть, какая-то что-то прекратилась, спортсмен или там. Другой человек. Одному человеку покажется, что это все, он не готов. Другой человек скажет, а, Всевышний для меня приготовил еще что-то лучшее. Я нужен где-то в лучшем месте даже. И так и происходит. У меня была одна ситуация, когда, ну, много ситуаций, когда иногда кажется, то, что, ну, как-то, ну, вот, просто тупик. И мне один мудрый человек сказал такую вещь. Вот где ты видишь тупик, иди, продолжай идти дальше. Молись, и ты увидишь, как есть дверь где-то со стороны. И так это и происходит, да. Где-то всегда открывается дверь, которая как-то сначала не видна. И это, как бы, с помощью вот этого вот сложности вообще апгрейдится ситуация. Смотрите, вот, древние говорили, найдите мне точку опоры, и я смогу поднять мир. У евреев одна из точек опоры, это Всевышний. Из-за этого вот так вот, я думаю, получается. Потому что это настолько твердая точка опоры. И если даже длинная, длинный рычаг, тогда вот это вот получается. Потому что когда у человека есть эта точка опоры, а эту точку опоры человек, в принципе, создает вот своим трудом. И вот часть приобретения этого дата, вот этого вот сознания, это, конечно же, учеба. это, конечно же, знания литературы и приобретения вот этой вот перспективы через то, что мы называем взгляд, как бы, взгляд Всевышнего. Как Всевышний на эту ситуацию смотрит? Как правильно вообще поступить? И Тора нас учит, как правильно поступать в таких или иных ситуациях. Где находится истина? Где находится мнение человека, а где находится, ну, как бы, я по-другому скажу, где находится иллюзия, а где находится истина? потому что иногда человек внутри себя находится в такой ситуации, в которой он не может понять. Но это очень высоко сказано, что как мы можем приблизиться, скажем так, к этому сознанию. сознание тоже очень красивое слово, потому что сознание, оно где-то находится или осознание. Конечно же, это получается с помощью практики, с помощью того, что мы внедряем, постоянно-постоянно думаем, что, допустим, ну, вот такие постулаты, что нет ничего, кроме Всевышнего. Все это Всевышний и так далее. Мы понимаем, какое мнение Торы на какие-то ситуации или какие-то ценности есть. И тогда мы находим вот этот мостик между нашими ценностями как человек, как индивидуум, потому что, в конце концов, мы должны вот с этой машиной работать каждый. И где мы делаем мостики, где мы усиливаем вот эти вот свои хорошие стороны с помощью реальности, которую нам, о которой нам говорят уже вот мудрецы на протяжении очень-очень многих поколений. Когда мы понимаем, что внешность, внешняя ситуация это то, что Всевышний дает только хорошее, мы как-то меняем вот этот тумблер с потребления, с эгоизмом на как-то отдавать реальности, работать вот с этим. Понимаем правила, по которым это все работает и где это соединяется с нами, вот это вот все называется да. Когда мы соединяем противоположности. Почему? Как это? Какие это противоположности? Одна из противоположностей это такая, то, что если Всевышний создал все и всех, он бесконечность, да, в том смысле то, что он все, да, он весь этот мир, все, что вокруг него и так далее. И он только дает, а мы только принимаем, только получаем. И как это может, как это может вообще соединиться? Вот мудрецы нас учат, как может что-то, то, что только потребляет, соединиться с чем, что что-то дает. Не так, как может думать обычная логика. Обычная логика говорит, отлично, отличный тандем. Я все беру и мне все дают. Но так это не получается, потому что человек думающий, он скажет такую вещь, я хочу сблизиться вот с этим Всевышним, который все дает. Это мы говорим о чем? Мы говорим сейчас о изменении сознания, о том, как смотреть на ситуацию. И значит, если я хочу быть похожим на него, мы должны быть похожим в качестве. Ну, как это может быть? Как может человек, который только получает, может быть, соединиться с тем, кто только дает? Мы начинаем учить Тора, мы понимаем, какие качества есть у Всевышнего, то, что он милосердный, то, что у него есть терпение, вот эти вот 13 принципов милосердия, ну, и так далее. Но опять, как это так? Как вот он дает, а я получаю. И потом следующий этап, человек перестает, как будто бы он живет в ноль. Он говорит, я не могу полностью не получать, потому что я противоположный ему, да? Я противоположность, я не хочу быть противоположным, я быть хочу как он, я хочу тоже давать. получаю. И тогда получается такая история. Первый этап, то, что человек говорит, я не буду вообще получать. Он понимает очень быстро, что это невозможно. Он тогда живет в ноль. Следующий этап нужно понять такой, что Всевышний он настолько, он такой вообще крутой, то, что когда ты получаешь, ты ему даешь. Как это так? Вот, допустим, домохозяйка такая, или богач, да, сделал громадный ужин. И у него был сосед, такой бедняк, который он хотел его не из-за того, что он хотел как-то выпендриться, но он хочет накормить этого человека и показать красоту мира. Зовет этого бедняка, и он смотрит, и бедняку стыдно, он не может это кушать. Он говорит, ну, покушай, а ты говорит, не могу, не хочу. Но в какой-то момент ситуация меняется, потому что тем, что вот этот вот бедный начинает кушать, он не забирает, а он как бы дает, потому что этим он дает наслаждение вот этому богачу или хозяйку. Секунду. Вот. Этим самым он, извините, пожалуйста, этим самым он дает. Итак, нам надо найти, во-первых, понимание, насколько важно вообще понять, где мы живем. Насколько важно купить тем самым своим энергии вот это вот да, потому что иногда мы смотрим на мир и мы смотрим наоборот, просто на ситуацию, которой нет. Мы подпитываем свои какие-то иллюзии. Как важно соединиться вот с истиной и понять, что нам хотят дать самое вкусное. Нам надо просто открыть сознание и перед нами откроется весь мир. Так, как говорится, открой какое-то окошко с толщину иголка, ушко иголки и я открою тебе весь мир. Так что мы говорили сегодня о том, что физиотерапия мысли в настоящем она заключается в том, что надо тоже постараться понять, где находятся факты и где находится интерпретация. Расширить ту интерпретацию, которая у нас есть, негативную и дать возможность зайти другой интерпретацией мира. Постараться понять, во-первых, то, что мы не все знаем. Это иногда тяжелая ситуация, но мы не все знаем. И то, что информация есть. Потом понять, что мы как маленькие дети, которые иногда забирают конфетку или дают вместо одного что-то, что они хотят что-то другое, но это для нашего блага. И когда мы расширяем свое сознание для того, чтобы мы в принципе это понимаем и принимаем, то тогда у нас не уходит зря энергия. Вместе с этим хотелось бы приобретать знания через, конечно же, книги, через общение с учителями ну и так далее. Говорится то, что человек в принципе у него выбор своего окружения. В чем свое окружение? Это сфорин книги, то есть информация получает, которую он получает. Это его просто физическое окружение и учителя. То есть это в принципе человек может окружить себя информацией тогда там вот он. И с помощью этого мы получаем дат, мы как-то соединяемся, отсоединяемся от иллюзии и присоединяемся к чему-то выше. Я не очень помню как бы уроки философии, но по-моему Эммануил Кант написал книгу, которая называется Бикортотуна А Тора так на русском я не знаю как это называется. Я ввел себя в такое непосредственность. Но он говорил в своем труде о том, что наш аппарат, с которым мы пытаемся познать мир, он не совсем корректный. И пытаться понять это только через свои инструменты это неправильно. Извинят меня все философы, но еврейский подход он совершенно другой. подход такой, когда мы соединяемся с знаниями, которые мы верим, что они не человеческие знания, а знания, которые пришли нам свыше. Мошарабэн, он называется Ишелуким. Он как бы наполовину человек, наполовину больше, чем человек. Это средняя такая ступень. и мы можем туда идти, мы можем соединяться со знаниями, которые не придуманы знаниями. Потому что в философских трудах в конце концов философ говорит, что он так думает, потому что он так думает. Мудрецы иудаизма говорят, что это соединено со всей историей, со всей литературой, со всем знанием, которое у нас уже есть более чем три с половиной тысячи лет. Это одно и то же знание, у которых есть разное разветвление. И когда мы с этим соединяемся, мы как бы расширяем по-настоящему свое сознание и соединяемся с реальностью. Как это нам может помочь каждый день? Это как бы философское то, что во-первых, то, что мы должны понять, то, что это очень хорошая вещь учить вот этот хасидуд, хасидизм, иудаизм как это как ковчег в этом шторме разной информации, которая сейчас вокруг нас есть. И во-вторых, понять то, что как бы то, что нам кажется бури, которые нас как-то сбивают с толка каждый день, мы довольно просто можем перейти на другой уровень и не очень от этого стрессовать. раз мы понимаем, что это вообще все как какой-то инструмент для нашего роста. еще раз, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, какое-то желание дать какой-то фидбэк, пишите на телеграм-канал. А, еще одна вещь, я это возможно скажу на следующем уроке, мы хотим провести урок с человеком, который написал эту книгу Гершер, и если у вас есть к нему какие-то вопросы, это человек, которого зовут Йоль Торджман, он нарисовал картины, 613 картин, которые по теории Рабима Шокар-Доверо, теории света, которые напрямую воздействуют на человека и на внутренние его на душу, можно сказать, на душу. Если у вас есть вопросы, к мудрецу, тогда тоже запишите их в мой Телеграм, и мы постараемся буквально через пару недель сделать с ним урок и ответить на ваши вопросы. Всего самого хорошего, удачи! О' не мудрецу,